Российский истребитель пятого поколения, созданный по технологии стелс, поднялся в небо. Перспективный авиакомплекс фронтовой авиации, или сокращенно ПАК-ФА, в КБ, получивший обозначение Т-50, провел в воздухе почти час. Все системы, по словам летчиков-испытателей, отработали штатно, премьера прошла успешно. Предполагается, что первые самолеты поступят в ВВС России уже через пять лет. Новый истребитель разрабатывался как ответ на американский F-22 Raptor. Первые проекты появились еще в конце 80-х, но бурные 90-е, казалось, окончательно поставили крест на перспективном самолете. Но восемь лет назад разработка была возобновлена, и вот сегодня, наконец, русский стелс поднялся в воздух. Это важный этап в реализации программы, и, конечно, это большой успех фирмы Сухова, и большого количества посетчиков, которые вести с нами работу на этой программе. Институт фрариационной промышленности, я думаю, что это новый этап развития военного авиастроения в нашей стране. И я считаю, что это очень хорошее начало, большая работа, которую нам вообще предстоит сделать. Я очень доволен.